Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня будем говорить на, наверное, самую главную тему – рождение детей. Потому что, во-первых, все мы когда-то были рождены. И понятно, что масса волнений, наверное, доставляли всем нашим родственникам, потому что процесс этот сложный, приход человека в мир. Ну, а во-вторых, у нас с вами год семьи, и это такой особый сейчас разговор, потому что дети не только от года семьи зависят, дети – это наше все. И будем говорить о том, как врачи сегодня помогают, те мамам, которые рожают, для того, чтобы им было хорошо, чтобы им было это, мягко говоря, не больно. Ну, и какие проблемы происходят, какие патологии существуют, и как сегодня вообще работает вот этот современный способ, значит, современный родильный дом. Это очень интересно и очень важно. У нас в гостях специалистка в этом. Анна Брониславовна Бессараба, врач-акушер-гинеколог Акушерского отделения патологии беременности родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства, который все мы знаем как МОЦОН. Здравствуйте! Здравствуйте! Ваши коллеги здесь были, но, как правило, мы говорим о разных заболеваниях, которые связаны, естественно, с ребенком, ну и с мамой, вообще, да, с семьей. Вот как-то изменилось у вас сейчас, ну, я не знаю, там в цифрах, потому что шла речь, ну, во-первых, на государственном уровне, да, материальное обеспечение, как говорят, родящих мам, да, первый, второй, третий, а уж там дальше четвертый, вообще очень интересно. А во-вторых, год семьи? Как-то вы чувствуете какой-то, ну, наплыв будущих мам? Ну, мамы у нас никогда не кончаются, будущие. Слава богу, да. Да, слава богу. Сказать, что их стало больше, ну, вряд ли, наверное, могу сказать, что все-таки русский крест, он к нам возвращается, проблема демографического кризиса 90-х, но больше стало мам, которые приходят к нам за третьими, за четвертыми детьми, и еще очень много мам стало, которые рожают уже в возрасте, который раньше наши мамы считали недоступным. Вот это страшное слово, старородящие. Да, старородящие. Больше мы их так не называем, они для нас все молодые мамы. И молодцы. И возраст – это не помеха родам. Да, конечно, с возрастом сложнее становится вынашивать ребенка, это целых 9 месяцев, и с патологией беременности, к сожалению, мы встречаемся довольно часто. Но в связи с тем, что у нас очень хорошая преемственность между женскими консультациями и родильным домом, женщины, умнички, встают на учет вовремя, они готовятся к беременности, с ними проводится разговор. То есть ответственная? Да, ответственная, предгравидарная подготовка. Шикарно проводятся скрининги, кабинеты скринингового ультразвука никогда не простаивают, врачи очень тщательно следят за тем, чтобы девочки вставали все на учет до 12 недель и, соответственно, успевали попадать на скрининговые ультразвуки. Это очень важно для раннего выявления каких-либо пороков, связанных с закладкой основных органов. Вот я сразу вижу, специалист-врач сразу нам сейчас все расскажет, а мы хотим постепенно это все узнавать. Почему? Потому что первое, что я сейчас услышал, да, мы находимся, к сожалению, это говорят везде, перед очередным демографической такой небольшой ямой, при этом сейчас, да, вот именно в этом году, а эффект, наоборот, пока еще от того всплеска, который был, по крайней мере, в вузах невероятный какой-то прием, и говорят, что это вот тот демографический, уже не яма, а взрыв, да, который был в предшествующие годы. Но, тем не менее, приятно, что появляется вот этот новый, значит, новая мода, если хотите, такая приятная, когда второй, третий ребенок – это не что-то такое сверхъестественное, да, а это уже как норма. И еще, наверное, это косвенно говорит о том, что женщина, не побоявшись родить первого ребенка, потом идет именно к вам, рожает второго и третьего. И вот здесь мы и будем говорить сегодня о том, что сделано и что еще можно сделать для того, чтобы каждая вторая женщина, ну, трудно представить, что каждая первая на это будет соглашаться, люди разные, но, тем не менее, с радостью шла в тот или иной роддом и продолжала это очень важное дело. И давайте мы сразу, наверное, вернемся к вот тому инструментарию, который сегодня существует. Потому что, я еще помню, в советское время довольно было много надписей, по городу встречалась женская консультация, да. Вот, ну, для мужчины это как бы особо ничего не говорит, хотя надо понимать, что семья – это дело, как минимум, мамы и папы. Но их было много, и как-то особо никто эту историю-то не раскручивал. Сегодня мы видим, что при тех возможностях, которые есть, мы можем и патологию увидеть, можем увидеть какие-то особенности развития и что-то сделать, насколько я понимаю, еще до того, как ребенок появился, и уже помочь ему в этом. Верно? Конечно, потому что если мы выявляем какие-либо пороки, раньше это была прям беда и клеймо на женщину, она не знала, что с этим делать, и очень часто беременности прерывались. В таких случаях сейчас с большинством пороков, иногда довольно серьезных, мы можем справляться. Потому что у нас довольно уникальная организация, у нас роддом, и детская больница находится на одной территории. И, соответственно, мы можем помогать детям с врожденными пороками развития в момент родов, если это необходимо. То есть мы заранее госпитализируем пациентку, если у нее есть какой-то врожденный порок развития, делаем скрин ультразвуки, делаем подробный анализ того, что мы ждем от этого ребенка, к чему нам предстоит готовиться. Соответственно, мы можем собрать очень качественную бригаду врачей, хирургов, нейрохирургов, детская реанимация, которые смогут помочь ребенку, никуда его не транспортируя. Потому что самая большая проблема, если ребенок рождается, ему нужна реанимационная помощь, нет времени на транспортировку. Надо сейчас и здесь. Нужно здесь, сейчас, и чтобы к нему все пришли, а не он куда-то ехал. Соответственно, в нашем центре есть такая возможность, во-первых, подготовить женщину к тому или иному способу родоразрешения в зависимости от порока развития. И мы можем собрать всю команду круглосуточно, мы можем ее полностью обследовать. То есть команда готова как бы сразу? Всегда готова, да. И даже когда у нас пациентка поступает, допустим, с мендрикулами галии, когда ей нужна будет помощь нейрохирургов, мы, зная данные ультразвука, зная примерные размеры и тяжесть состояния, сразу же созваниваемся с нашими нейрохирургами и им сообщаем о том, что вот, все, такая пациентка есть, она находится в нашем роддоме, у нас планируется рода на такое-то число, будьте готовы. И, соответственно, когда ребенок рождается, сразу ему оказывается вся необходимая помощь, и если это нужно, нейрохирурги приходят сами к нам. Или, например, очень распространенно, я думаю, все про нее знают, спины бифида. Это когда не зарастают полностью позвонки у малыша в позвоночнике, и грыжевой мешок выходит наружу. Таким деткам очень сложно рождаться через естественные родовые пути, потому что высокая вероятность травматизации. Поэтому мы устанавливаем дату планового кесарево сечения, максимально эффективную для ребенка, максимально близко к доношенному сроку. И пациентка перевозит ребеночка к нам в роддом, внутри, в себе. Там ему будет безопасно. А потом мы уже создаем ему условия, приглашаем нейрохирургов, либо, если эта транспортировка доступна, то мы его сразу транспортируем в нейрохирургическое отделение, где его смотрят уже конкретные врачи, делают КТ, МРТ, вырабатывают план лечения конкретно под этого ребенка. Мы еще вернемся сейчас к теме патологии, потому что, конечно же, такой процесс, и тут некий негативный момент, конечно же, присутствует. И все мы, наверное, переживаем, когда жены беременеют, и вроде бы еще только забеременела, а уже ты рисуешься какие-то невероятные картины, что будет и как будет и так далее. Вот, давайте мы сейчас вернемся на тот уровень. На сегодняшний день вообще глобально, вот если взять, как говорят, температуру по больнице, но я не в плане шутки, вот если взять, ну, я не знаю, там в месяц не количество родов, а сколько из них, ну, таких естественных, и сколько вот таких вот травматичных, да, небезопасных? Есть какой-то процент? Процент кесарево сечения имеется в виду? Ну, да, процент, скажем, обычной, нормальной роды, да, и сложной роды, давайте так назовем. Ну, сложная статистика на самом деле. Процент кесарево сечения, он в среднем по стране у нас 33%, и как бы в нашем роддоме сохраняется, но у нас чуть больше процент кесарево сечения, потому что чуть больше сложной патологии. У вас специализация такая. Да, специализация другая. Но в целом по стране 33% это кесарево сечения. 33% кесарево сечения, да, то есть все остальные роды, ну, как бы нормально протекающие роды, и достаточно много осложнений, что мы имеем в виду под осложнениями. Например, вторичная слабость родовой деятельности, грамотно скорректированная, она всё равно приведёт к естественным родам, а это уже победа акушер-гинеколога. Ну вот я сейчас пойдём дальше, я немножко так, тоже мифологизация такая. Не означает ли это, что 33% сложных родов, да, если бы не вы, если бы не медики, если бы не все возможности, в том числе и мацом, да, то, ну, трудно себе представить, что могло бы произойти. Означает ли это, что женщине вообще сложнее стало рожать, чисто с точки зрения природной, или так всегда было? У нас немножко изменилось акушерство. Мы всё-таки перешли на сторону перинатального акушерства. Ещё в 50-х годах никто не думал о том, что будет с ребёнком в родах. Не было КТГ-мониторирования беспрерывно, когда мы смотрим за состоянием ребёночка. Не было таких хороших шовных материалов, такой у нас такой грамотно отработаны техники операции кесаревесечения. У нас через 8 часов женщины идут за ребёнком в детскую палату, говорят, у меня всё хорошо, я его забираю себе, буду сама за ним ухаживать. Меньше травматизации самой операции, и, соответственно, мы больше боремся за ребёнка. Возможно, в условиях каких-то других ребёнок бы пострадал, но женщина была родила, например, если ребёнок низкого веса, низкой массы. Но мы всё-таки думаем о том, что нам нужно ещё и сохранить здоровье ребёнка. Поэтому рисковать ребёнком в некоторых случаях немножечко не... с точки зрения перинатального акушерства, то есть акушерства, крутящегося не только вокруг женщины, но и вокруг ребёнка, это неправильно. Но всё равно борьба идёт за две жизни. За две жизни, конечно. А иногда даже больше. И всем должно быть хорошо. Да, двойня или... Или тройня. Да, да, или тройня. Я надеюсь, в конце программы, может быть, нам расскажете о каких-то любопытных случаях. Что в завершении, вот мы подходим к финалу первой части нашего разговора, тут же очень важный момент. С точки зрения Мацонда, да, и организации, которые не первый раз мы слышим о вашем центре, и сразу представляется что-то такое необычное, повёрнуто лицом к пациенту. Тем более борьба идёт, как мы сказали, за две жизни. Вот одно дело, когда вы готовы к этому, да, врачи. То есть вы ждёте все эти... То есть постоянно идёт такой... Даже, наверное, может, пациентка думает, а зачем мне это нужно? Чего вы так прям за меня без... У меня всё хорошо. Вот. Но с точки зрения уже мамы, насколько вот этот важен дуэт с точки зрения врача и мамы, которая вот-вот родит ребёнка, чтобы она понимала, что происходит. Потому что я знаю, что у вас есть вот название такое «Школа материнства», да? Вот что это такое? Школа материнства – это как бы наша такая большая организация, которая состоит из многих врачей, и акушеров-гинекологов, и педиатров, и у нас есть консультанты по грудному вскармливанию, и психологи, которые готовят женщин вообще, в принципе, к процессу родов. Если мы говорим вообще о пороках развития, то там вообще у нас идут пренатальные консилиумы. То есть когда перед родами мы собираемся врачами и объясняем женщине, что мы будем делать, почему она находится в нашем роддоме, почему так все за неё беспокоятся. Для того, чтобы женщина понимала, в чём суть вообще нашей беготни вокруг неё. Чтобы она не испугалась хотя бы, как минимум. Я испугалась вот это вот, а что происходит, а почему вокруг столько врачей. Что-то не так у меня идёт. Что вокруг меня всё бегают. То есть если мы предполагаем сложные роды, мы обязательно пациентку об этом информируем и рассказываем ей о планах, о том, что её, возможно, ждёт дальше, для того, чтобы снизить у неё уровень стресса. Чем больше мы разговариваем с пациентами, чем больше мы налаживаем с ними контакт, тем спокойнее они приходят в наш роддом. У нас же очень многие пациентки приезжают в наш роддом из разных городов Московской области, а иногда и из России. Поэтому для них, естественно, далеко от дома, муж не всегда может приехать, уже страшно. Какой-то незнакомый роддом, люди, которых она первый раз видит. Это всё, и для неё, естественно, довольно беспокойное состояние. Да, особенно если это первый род, а второй, наверное, сейчас уже немножко по-другому. Поэтому вторые ещё хуже, там же маленький ребёнок дома сидит, а я тут. Ну, это да, но я имею в виду сам процесс, да. Вот сейчас давайте мы сделаем паузу и начнём, наверное, всё-таки вот по поводу, более подробно поговорим о патологиях, да, какие вообще сегодня встречаются, и о том, почему очень важно сегодня, и чтобы со стороны врача был полный, что называется, разворот к пациенту, и чтобы пациент доверился, расслабился, да, и это, наверное, ещё важно для ребёнка, да. Конечно. Может быть, даже психологических, может быть, не до конца всё знаем. Вот сейчас сделаем небольшую паузу и вернёмся в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Брониславовна Бессараба, врач-акушер-гинеколог Акушерского отделения патологии беременности родильного дома Московского областного центра охраны и материнства детства. Вот в второй части поговорим, вот с какими неприятностями сталкиваются и мамы, которые пришли беременными, и вдруг вокруг них начинают бегать, ну и что делают для этого врачи, и может ли в итоге появиться здоровый ребёнок, который вовремя успеют как-то откорректировать, скажем так. Сделаем небольшую паузу. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях врач-акушер-гинеколог Акушерского отделения патологии беременности родильного дома Московского областного центра охраны, материнства и детства Анна Брониславовна Бессараба. В первой части мы вообще поговорили о том и выяснили, что у нас 33% к сожалению по-прежнему заканчиваются, я имею в виду роды, так или иначе кесаревым сечением. Ну, это такая статистика, понятно. Плюс-минус, всё зависит от того, какие условия созданы. Но мы знаем также, что, к сожалению, так устроен человек, что патология появляется не из-за того, что где-то как-то какие-то услуги не были предоставлены. И вот для того, чтобы этот дуэт «Мама беременная» и «Врач-акушер» глобально работал, мы и решили поговорить сегодня на эту тему. Давайте, наверное, перечислим, что ли, основные патологии. Как вы считаете, почему они происходят? Наверное, время у нас такое, человек меняется. Какие? Это в основном то, чем мы сталкиваемся. Это пороки хирургические развития органов брюшной полости, например, гастрошизис или амфалоцелия. То есть, когда передняя брюшная стенка полностью не смыкается. То есть, у нас образуется вот так животик, и он здесь не зарастает до конца, образуется тонкая плёночка, через которую в околоплодную воду могут выходить кишечник, желудок, печень. Соответственно, это требует хирургической помощи в момент рождения. Такие детки не рождаются сами. Это дефекты закладки, к сожалению, эмбриогенез, проблемы эмбриогенеза. Давайте сразу, чтобы мы одновременно и пугали, и давали надежду. Это правильно понятно, что это исключительно у женщины, которая столкнулась с такой, это её как бы развитие? Это развитие внутри неё малыша как-то пошло не так. Она виновата в этом или это природа? К сожалению, мы не можем сказать, кто виноват, потому что здесь многофакторность. Здесь и генетика может участвовать, и окружающая среда, какие-то негативные влияния, вредных факторов. Экология, кстати, у нас, к сожалению, не настолько хороша. Да, и здесь ничего не стоит ожидать другого. И в итоге вы проводите операцию, чтобы срастить это, да? Да. Во-первых, нужно бережно достать ребёнка из мамы, для того, чтобы ничего не повредить. Очень тонкие органы, очень нежные. Соответственно, мы извлекаем малыша путём медного кесарево сечения и передаём сразу хирургам и реаниматологам. Они встречают обычно вместе ребёночка, для того, чтобы помочь упаковать, грубо говоря, всё это в биологические плёнки, защитить и транспортировать. Там же есть нервные окончания, ребёнку может быть несколько некомфортно. Соответственно, нужно сделать всё для того, чтобы поддержать его жизненно важные функции и подготовить к первым реконструктивным операциям. Реконструктивно? Да, то есть мы восстанавливаем переднюю брюшную стенку. Это длительная такая сложная, очень хирургическая манипуляция. И она возможна? Она возможна, она довольно успешно проводится, но это действительно очень долгая реабилитация. Есть такие пороки, например, как пороки почек. Когда почки из-за разных моментов тоже начинают плохо функционировать и иногда начинают расширяться изнутри, сдавливая корковое вещество, то есть основную часть почки, которая фильтрует. Соответственно, эта проблема у нас решается хирургами и урологами совместно, и тоже иногда проходит несколько этапов. Но из таких прекрасных случаев почек у нас достаточно много, приходят с разных мест. У нас была пациентка, которая прилетела из Хабаровска специально к нашим хирургам, зная, что они лучшие по стране. Она прилетела из самолета с чемоданом сразу к нам в роддом, прекрасно родила через естественные родовые пути. Ребеночек хорошо прописывался после рождения, посмотрели, там была всего лишь первая степень, не требующая хирургического вмешательства. Она говорит, все, спасибо, и ради этого я и летела. Собрала чемодан и улетела обратно в Хабаровск. Ну, женщины, они такие. Да, теленаправленные. Сделал дело гулять смело, да, как говорят такие случаи? Да. И в этих случаях обычно, когда ребеночек рождается, мы проводим его ультразвук, обследуем его анализы и уже транспортируем вместе с мамой в детскую больницу, в хирургическое либо в урологическое отделение. Причем очень часто врачи стараются именно с мамами переводить для того, чтобы у них не было стресса. Потому что когда мама только родила, она, естественно, со своим ребенком не расстается. И это правильно. Поэтому всегда стараемся идти навстречу. И если возможно, то переводить быстренько и маму, и ребеночка. Да, но это фактически еще единый организм. Конечно. Только немножко разделяющийся. Чуть-чуть совсем, чуть-чуть сепарация прошла. Так, какие еще есть патологии? Есть вентрикуломегалия. Например, это порог головного мозга, которую некоторые люди называют гидроцефалией. Но это уже впоследствии выставляется диагноз. Либо порог спинобифида, о котором мы уже говорили. Здесь, опять-таки, участвуют нейрохирурги. Ребеночек тоже рождается под контролем детских врачей. Тоже кесаревым сечением, потому что нам нельзя допустить сжатие головного мозга, которое происходит естественным путем во время родов. Даже если голова не очень большая, и вентрикуломегалии, расширение желудочков в голове не очень большие, невозможно знать, насколько травматична для них будет вот эта конфигурация естественной кости черепа. Поэтому тут, к сожалению, тоже кесарево сечение. И тут малыша мы отдаем в руки нейрохирурга. Тоже после обследования, где ему проводят МРТ, дополнительное обследование, смотрят, насколько хорошо функционирует ликвор в голове. То есть та жидкость, которая умывает спиной и головной мозг. Если плохо... Если плохо, дальше уже входит в свою роль нейрохирурги. Они устанавливают дренажи, улучшают отток. И дальше они берут уже их к себе на поруки. То есть с возрастом малыш должен менять все эти дренажи. Там дальше уже идут более тонкие, высокие технологии. И чаще всего они прикрепляются так дальше за отделением нейрохирургии. И уже впоследствии там в зависимости от лечения. Сейчас очень такой важный момент. Поймите правильно, это такой вопрос. Наверное, он касается и рожавших, и нерожавших. И жен, и мужей, и бабушек, и дедушек. Вот я так понимаю, что когда-то, в общем-то, недавно представить себе, что можно выходить такого ребенка, наверное, было сложно. То есть на сегодняшний день стоит задача выходить любого ребенка даже самой сложной патологии. То есть насколько мы продвинулись в этом? Насколько мы сегодня спасаем этих деток? Мы стараемся спасать всех. То есть когда у мамы выявляется порог развития, она направляется в Центральный головной институт, где проводится экспертный ультразвук несколькими врачами. Собирается консилиум из самых очень умных врачей, которые постанавливают заключение. С этим заключением мама ознакомливается, и ей говорят, перспективный порог жизни или неперспективный. Но решение о том, будет ли она дальше пролонгировать беременность или нет, если порог неперспективный, естественно, решает только мама и ее семья. Там же проводится психологическая консультация, потому что это очень тяжелая часть, тяжелое решение. И даже если мама говорит, что нет, я все-таки хочу сохранить, потому что бывают пороки, выявленные достаточно поздно, после инфекционных заболеваний. Тот же самый ковид не дал нам ничего хорошего. К сожалению, да, если такие случаи у нас появляются, мы стараемся делать для ребенка все, естественно, предупреждая маму о том, что не все всегда заканчивается хорошо. Вот это очень важно. Почему этот вопрос я не мог не задать? Потому что количество возможностей все-таки у нас растет в самых разных сферах медицины. И то, что вы рассказываете даже сегодня, я так понимаю, это еще не все патологии, наверное, вы рассказали, которые есть, но основные. Ну, практически, да. Просто ты понимаешь, что человека в какой-то степени, он еще вот-вот на подходе, или сразу его как, извините за такое слово, конструктор собирают вот эти самые разные врачи самых разных специальностей, а это означает, что, конечно же, количество деток, которые могли бы не родиться, там, лет 30, 40, 50 назад, то оно, конечно же, резко увеличилось. Конечно. И такой следующий тогда вопрос. Патология выявлена, патология, я так понимаю, есть патологии, которые можно решить быстро, и потом никто и не вспомнит об этом. Это, например, что? Например, гастрошизис или порог почек. То есть человек даже, может быть, не в курсе, что были проблемы. Да, потому что очень часто это малоинвазивные вмешательства. Ну, конечно, гастрошизис, тут рубец на животе не скроешь, но, например, порог почек, когда делают тонкими и малоинвазивными манипуляциями, даже рубцов не остается на коже, и малыш может об этом не узнать. Ну, это, наверное, хорошо, да? И мама так все время думает, ох ты мой, да, и радуется. Вот, но есть пороги, которые потом вы передаете уже, ну, ребенка как бы и говорите маме, что вот у вас будет ребенок здоровый, но вот есть такой какой-то, да, элемент. Ну, все мы, наверное, в какой-то степени имеем слабые места. И дальше просто мама уже знает, по крайней мере, куда обращаться, где остановиться, может быть, на учет и так далее. Да, верно? Да, да, естественно, дальше детки наблюдаются. В основном на участках поликлиники. И плюс, если это наши деточки, которые рождены в нашем районе, они наблюдаются в основном в КДЦ. Конструктивный диагностический центр, тесно связанный, естественно, с детской больницей. И дальше уже они идут бок о бок до 18 лет. Еще один вопрос, который я хотел адресовать, это вот грудное вскармливание, потому что мы же тоже слышим там, может мама кормить, не может мама кормить. Тоже какая-то такая мифологизация вокруг этого. Как решается, есть ли такая проблема? Проблема такая есть, потому что довольно агрессивно все-таки идет реклама смеси заменителей грудного молока. Но нет ничего лучше, чем грудное вскармливание. Это самое ценное, это самый большой вклад в ребенка, который мы можем дать. Родное. Родное, да. Это иммунитет, это и микробиоты ребеночка, которые образуются с момента рождения. Поэтому в нашем центре мы сейчас открываем через месяц кабинет поддержки грудного вскармливания для того, чтобы мамы могли обращаться к нам за помощью. Если вдруг проблемы с грудным вскармливанием возникают... То есть пропало молоко, когда называется, да? Да, кризисы молочные, с которыми женщины сталкиваются, не могут справиться. То есть в роддоме мы помогаем очень активно. У нас есть консультант по грудному вскармливанию, который приходит к каждой женщине после родов по будням. Если это ночь, если это выходные, мы всегда приходим сами, и акушеры-гинекологи, и педиатры, и детские медсестры, максимально поддерживая женщину в ее желании кормить грудью и помогая ей. Но когда она выходит за стены роддома, к сожалению, она может потеряться. Почему она отказывается? По разным причинам. Например, больно кормить. Неправильно приложила грудь. Больно кормить? Нет, я не буду. Потом приходим, если это в роддоме мы, показываем, как правильно приложить. И она понимает, что это приятно на самом деле и никакого дискомфорта не испытывает. Продолжает кормить. Но иногда бывают лактационные кризы, которые временно снижают уровень выработки молока, и женщине кажется, что всё, у меня пропало молоко, больше не знаю, что делать. И, естественно, консультанты по грудному вскармливанию это дорого, а помочь хочется каждый. Поэтому мы открываем два кабинета по поддержке грудного вскармливания. Я даже не думал, мне казалось, пропало и пропало. Оказывается, вы можете еще помочь твоей маме, потому что, мне кажется, что вы правы, родное оно всегда лучше, чем любая грудная смесь. Ну, еще один такой популярный мужской вопрос, прежде всего, когда начинают, особенно в каком-то возрасте дети вдруг интересуются, а ты весил сколько, а ты весил сколько. Мама всегда помнит, сколько ребенок ее весил. И мы всегда, начиная от реальной жизни, заканчивая произведениями искусства, родился такой-то, вес такой-то, или такая-то, вес такой-то. То есть вес по-прежнему является таким важным фактором. Я веду к теме недоношенных детей. Насколько сегодня это проблематично, и какие, может быть, были случаи, вот какой вес должен быть минимальный, если вы позволите, и какой был, может быть, максимальный? Сколько может быть богатырь такой? Ну, минимальный вес в основном, я, если честно, сразу вам так не скажу, но довольно часто, к сожалению, преждевременные роды случаются. Это проблема, которую очень сложно решить, потому что, опять-таки, она многокомпонентная. Это инфекционные процессы, гормональные нарушения, генетика. И несмотря на то, что у нас появились новые лекарства, которые прекрасно справляются, даже останавливают схватки на 2-3 сантиметрах... И продолжают ребёнок, да? И продолжает ребёночек у нас нутроудробно развиваться, хоть на пару дней, нам даже пару дней иногда это за счастье, но, к сожалению, преждевременные роды случаются. Выхаживать мы берёмся от 22 недель, от 500 грамм. Полкилограмма? Да, полкилограмма, совсем крошечные малыши. К сожалению, естественно, это не будут здоровыми детьми. Слишком маленький вес. 500 грамм, 22 недели, это очень погранично. Всё созревание структур, оно ещё впереди. Но в роддоме созданы все условия для того, чтобы их выхаживать. То есть вы немножко превращаетесь ещё в маму, да? Ещё вот эти 2 месяца. В основном же 7-месячные, да, вот ещё есть? Это недоношенные. 7-6 недель в основном это достаточно перспективные дети. И у нас детские реаниматологи настолько создают условия внутримам, внутримамного пространства, вот так вот, грубо говоря. Внутримам, ну, хорошая название, да. Что рядом с малышом, который недоношенный, детские медсёстры и будущие наши медсёстры, которые в колледже учатся, они вяжут маленьких осьминожек. Это такие плюшевые вязаные вещи, которые имеют такие закручивающиеся ниточки, которые вкладываются в ручку ребёнка и инициируют ему пуповину. Ему кажется, что он трогает пуповину. Да, вы что, даже тара. У них свои вязаные шапочки, вязаные носочки для того, чтобы у них сохранялось тепло, потому что это очень важно для малыша. Кивезы с определённым температурным режимом, с определённой влажностью и матрасики, на которых они плавают, как на водичке. То есть вы создаёте аналогию. Создал внутриутробные условия. Как интересно. Анна Брониславовна Бессараба была гость нашей программы. Вам и всем вашим коллегам успехов. Спасибо большое. У вас особая миссия. Ну а это была программа «Открытый диалог». И задумайтесь над тем, что мы сегодня рассказали, потому что ещё один ребёнок вам явно не помешает. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова